В этом году регион привез в Сочи 1800 инвест-предложений. Все они разбиты по нескольким направлениям. Будущие региона связывают с развитием сельского хозяйства под продовольственным эмбарго, усилением перерабатывающей и обрабатывающей промышленности в регионе, а также социальными инвестициями в каждый район и город-крае. Дмитрию Медведеву показали проект, который уже воплощается в жизнь. Это уникально не только для Кубани, но и для всей страны город спорта в Краснодаре. Там уже построили баскет-холл, ледовый дворец и, не имеющий аналогов в России, комплекс тренировочных залов. Девять видов спорта. Бокс, легкозетика. Это в районе Баскутова. Это водный, это ледовый уже существующий, это гостиница. То есть мы сделаем мини-олимпийский парк по Краснодарам. Председателю правительства и губернатору края рассказали также и о будущем кубанской столицы. Из макета на инвестиционном форуме в ближайшие несколько лет в жизнь должны воплотиться реконструкция аэропорта, строительство новой дорожной инфраструктуры в центре города и восточные промзоны. Вот это вот Восточно-Кругляковская улица, стадион. И Восточно-Кругляковская, и улица Школьная, если знаете. Вот это вот отсюда где-то начинается. Инвесторы есть? Инвесторы уже 13 работают на площадке. И 450 гектаров, где можно разместить еще пару десятков хороших предприятий. Миллионный город, появляется идея метро. Крайняя необходимость. Город растет. Планов громадье. Ну ладно. Спасибо большое. В этом году общая сумма инвестиционных проектов, представленных на форуме Краснодарским краем, свыше 500 миллиардов рублей. Сегодня же вице-премьер России Ольга Голодец оценила социальные проекты Кубани, представленные на форуме. Она посетила стенды Краснодара и Новороссийска. Особо заинтересовали вице-премьера вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Министр сельского хозяйства края Сергей Горкуша заверил Ольгу Голодец, что край готов поставлять на рынок страны качественные и доступные продукты. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.